Следственный комитет Курганской области завершил расследование уголовного дела об убийстве в ночном клубе «Шадринский андеграунд», совершенном в августе прошлого года. Компания молодых людей вступила в конфликт с охранниками заведения. Причиной ссоры стала недопитая бутылка пива. Охранник сделал замечание одному из посетителей. Тот ответил грубостью. Завязалась ловесная перепалка, которая переросла в драку. Обвиняемые жестоко избили охранника, используя в качестве орудия преступления, взятые на месте происшествия электрообогреватель и обломки стойки кассы. От повреждений, несовместимых с жизнью, потерпевший скончался в больнице спустя непродолжительное время. После его смерти дело передали в Следственный комитет Курганской области, так как убийство вызвало среди шадринцев повышенный резонанс. Преступление было совершено дерзко, в общественном месте, в присутствии большого количества свидетелей. И во-вторых, в совершении данного преступления подозревались лица из числа семей с высоким социальным статусом. Интернет-пользователями города Шадринска высказывались предположения, что следствие будет вестись необъективно и виновные избегут заслуженного наказания. В этой связи, во-первых, уголовное дело было передано в отдел по расследованию особо важных дел, то есть из шадринского подразделения Следственного комитета, дабы избежать возможного давления. Давление избежать не удалось, давать показания против обвиняемых свидетели опасались. Некоторые в ходе расследования изменяли свои показания или вовсе отказывались от них. Поэтому материалы уголовного дела по фактам подкупа и принуждения или уклонения от дачи показаний, сопряженные шантажом и угрозами, следствием были выделены в отдельное производство. За убийство обвиняемым грозит срок вплоть до пожизненного лишения свободы. Уголовное дело по обвинению двух жителей города Шадринска в совершении убийства охранника ночного клуба «Шадринский андеграунд» в настоящее время завершено. Обвинительное заключение по нему утверждено заместителем прокурора Курганской области. И 6 декабря этого года уголовное дело направлено в Курганский областной суд для рассмотрения по существу.